Всем привет, в этом видео я расскажу о том, как можно увеличить время работы батареи вашего смартфона. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы заметили, что батарея вашего телефона разряжается слишком быстро, стоит посмотреть статистику, где вы сможете увидеть, какие из приложений больше всего разряжают батарею вашего устройства. Для этого откройте настройки, батарея, потребление энергии. И здесь вы увидите, какие из приложений и насколько используют вашу батарею. Если вы ими редко пользуетесь, уберите их из автозагрузки или же вовсе удалите. Чтобы запретить приложению автозапуск, откройте безопасность, приложение, автозапуск. И здесь отключите те, которые на ваше усмотрение не нужно запускать автоматически. Ну а как удалять приложение, я думаю вам известно. Яркость, установленная на 100%, сильно израсходует заряд батареи смартфона. Если ее снизить до половины, это в два раза снизит ее потребление. Также, если вы используете автонастройку яркости экрана, лучше ее отключить. Так как датчик не всегда нормально срабатывает. И его постоянная работа использует вашу батарею. Просто выключите эту функцию в настройках экрана. А саму яркость установите по возможности ниже. На том значении, на котором вам будет удобно им пользоваться. Уменьшите время включения экрана. Для этого в настройках откройте блокировка и защита. И в разделе «Спящий режим» установите значение ближе к минимальному. 30 или 15 секунд. В таком случае, телефон будет быстрее переведен в спящий режим при бездействии экрана. Если вы часто забываете заблокировать устройство, уменьшив это время, вы достаточно сэкономите на заряде вашей батареи. Еще отключите вибрацию при нажатии клавиш. Как по мне, то это бесполезная функция. А расход батареи при этом существенен. В настройках откройте «Звуки вибрации» и здесь отключите «Виброотклик». А если вы часто принимаете звонки и подолгу на них не отвечаете, отключите вибрацию при звонке, если вы сможете без нее обойтись, что тоже сохранит заряд. Отключайте Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и GPS, если вы ими не пользуетесь. А если вы находитесь в месте, где нет сети, активируйте функции авиорежима. Открыв шторку, вы быстро можете отключать эти функции. А в настройках Wi-Fi отключите «Всегда искать сети», если у вас здесь есть такая функция, так как даже при отключенном Wi-Fi она будет искать доступные сети и расходовать заряд батареи. Для автоматического отключения Wi-Fi уже есть специальное приложение, где можно настроить время, когда он будет отключаться, к примеру, когда вы ложитесь спать или добираетесь на работу или учебу. GPS, геолокация тоже существенно израсходуют ресурсы аккумулятора. Постоянное определение местоположения израсходует огромное количество ресурсов, процессора и батареи. Эта функция используется многими приложениями, такими как навигатор, карты, соцсети и даже камерой. Последнее отмечает, где было сделано фото или видео. Приложение GPS связывается не только с вышкой оператора связи, а еще и с несколькими спутниками одновременно. Такая постоянная работа не позволяет перейти смартфону в спящий режим и в значительной мере всадит вашу батарею. Отключить его можно в настройках местоположения или здесь же открыв шторку. В то время, когда вы активно не пользуетесь интернетом, переключите тип сети с 3 и 4G на 2G. Как известно, 4G требует больше ресурсов для работы, а соответственно и тратит больше энергии. Для этого в настройках SIM-карты и мобильные сети в разделе «Предпочитаемый тип сети» выберите только 2G. Как видите, здесь уже обозначено, что этот режим экономит энергию. Еще стоит отключить сервис Google Now, потому как он регулярно использует геолокацию и выходит в интернет даже в фоновом режиме, когда смартфон заблокирован. Если же эта функция вам все-таки необходима, то хотя бы отключите функции распознавания фразы «Окей Google», потому как данная функция не дает уснуть модулю микрофона и тратит много заряда батареи. Для этого зайдите в настройки Google, голосовой поиск, Voice Match и здесь отключите Google Ассистента. Еще, если на вашем смартфоне 3 или больше гигабайт оперативной памяти, не выгружайте из нее приложения, по крайней мере те, которыми вы пользуетесь в течение дня, потому как на их запуск вы потратите больше энергии, нежели они ее съедят, работая в фоновом режиме. А еще, рекомендую поискать приложения на вашем смартфоне, которыми вы не пользуетесь, и просто их удалите. И не используйте различные ускорители и таск киллеры. Их использование было актуальным для андроидов версии 2, 3 и 4.3, когда андроид сам не мог закрывать приложения, и они оставались работать в фоне, что сильно садило батареи. Современный андроид не нуждается в помощи, и он сам закроет ненужные приложения при нехватке оперативной памяти. Они часто будут завершать новозапущенные процессы, что еще больше разрядит батарею, нежели сэкономит ее заряд. Еще, вдобавок к такие программы, встроено много рекламы. Лучшим решением будет использование приложения Greenify. Данное приложение более агрессивно заставляет усыпать фоновые процессы смартфона, используя при этом разработанный Google алгоритм под названием DOS. С таск киллерами это ничего не имеет общего. Здесь можно выбрать все приложения, которые вам не нужны в фоне. После установки и запуска внесите некоторые настройки, укажите есть ли у вас рут права, пользуетесь ли вы умной блокировкой. Если нет рут прав, разрешите ему управлять другими приложениями. Далее выберите приложение, нажав плюс. Откроется окно с приложениями, запущенными в фоновом режиме и теми, которые могут замедлить работу устройства при определенных обстоятельствах. Выберите нужные для переведения их в спящий режим. Если выбрать приложение для обмена сообщениями, они не будут приходить. Так что прежде чем сделать выбор, подумайте, какие из приложений стоит внести в этот список. Ссылки на представленные в видео приложения будут в описании под видео. Также берегите телефон от высоких и низких температур. При сильно низких и высоких температурах батарея разряжается в разы быстрее. А на этом все. В комментариях пишите, какие еще способы вам известны. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.